Слава Иисусу! Будьте благословенны, дорогие друзья! Приветствую вас! Вы правильно делаете то, что вы настраиваетесь на Слово Божье. Прежде чем я буду проповедовать, я хочу... То, что мне Господь положил такое маленькое пророческое слово. В вашу жизнь придут перемены, когда вас перестанет устраивать ваше настоящее. Вот как израильский народ. Они были в рабстве. Вначале это не было их рабство. Они пришли через Иосифа туда, в Египет. Но потом они стали рабами. Их жизнь становилась хуже и хуже. Жизнь израильского народа в Египте становилась хуже и хуже. Они стали рабами. И когда они стали рабами, конечно, им это не нравилось. Но они терпели. Они терпели. И знаете что? Терпению однажды настает конец. Может быть, дьявол угнетает вас в какой-то сфере. И вы такие все под давлением, под давлением, под давлением. И знаете, он смотрит, что вы выдерживаете это давление. Вот это насилие. У вас в какой-то сфере просто дьявол издевается над вами. И вы все терпите, терпите. Вы как бы ропщите, но терпите. Но знаете, однажды пришел день в израильский народ, когда написано, что сам Бог обратился к Моисею и говорит, я услышал вопль народа моего, и так иди, и выведи мой народ из Египта. Вы понимаете, что наступает такой момент, когда мы говорим, хватит. И вот здесь, вот это начинается переломный момент. Пока мы терпим издевательство дьявола, он так и будет продолжать. Но в день, когда мы скажем, хватит, что-то произойдет. Мы увидим то, что Бог дал нам в Слове. Или, например, многие читают в Библии, что Бог нас благословил, Бог нам дал и здоровье, Бог нам дал и процветание, Бог нам дал все. И мы такие говорим, где? У меня этого нету. Знай, что дьявол у тебя украл. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Ты можешь это читать и не иметь, потому что кто-то у тебя украл. И ты не должен разрешать Ему обкрадывать тебя. Ты должен сказать, нет, этого не будет больше в моей жизни. Что-то должно взорваться или лопнуть внутри тебя. Сказать, хватит с этого дня. Все будет по-другому. И вот пока мы терпим, дьявол будет издеваться. Но как только мы скажем, больше этого не будет в моей жизни. Больше депрессии не будет иметь места в моей жизни. Больше не будет этой болезни. Хватит! Вы увидите, как произойдет чудо. Конечно, вам нужно основываться на Слове Божьем. Но если вы разозлитесь и вам надо разозлиться на какую-то ситуацию, и вы скажете, все, хватит, будет все по-другому. Поэтому сделайте это решение. Сделайте. Пока вы терпите, так и будет продолжаться. Вам надо прекратить терпеть. В правильных местах надо терпеть. Но с дьяволом терпеть дьявола не надо. Не надо. Аминь. Тема проповеди. Жизнь с чистого листа. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Слово Божье говорит, нет ныне никакого осуждения. За что приходит осуждение? За поступки. Тебя никто не сможет осудить, если ты правильный человек, если ты хороший человек, если ты добрый человек. Никто не подойдет и не скажет тебе. Никто. Но если у тебя есть проступки, если у тебя какие-то косяки есть, тогда приходит осуждение, если есть грехи. Но Библия призывает нас, чтобы мы обращали свое внимание на слово. И здесь говорится, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Не тем, которые просто начали новый образ жизни. Нет. Тем, которые ушли в Иисуса Христа. Нету никакого осуждения. Почему? Потому что все осуждения Иисус берет их на себя. Он их берет на себя. Все. Нету никакого осуждения тебе, которые живут не по плоти, но по духу. То есть, по слову. Мы можем жить по плоти. Это наше мышление. Мы считаем, это белое, это черное, это плохо, это хорошо, это добро, это зло. Но Бог, Он смотрит, есть ли в нашей жизни истина. И жить по духу, это означает жить по слову Божьему. Я хотел бы прочитать вместе с вами одну историю. Это известная история из Евангелия. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 стиха по 12. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. И, поставив ее посреди, сказали ему, Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Здесь остановимся. Иисус приносил Слово Божье на землю. И написано, что Он пошел на гору Елеонскую. Это оливковая гора, прообраз помазанной горы, где происходит встреча с Богом, где Его сила касается и влияет. Иисус ходил на эту гору. Там Он получал силу. Он был там один, но и в то же время не один, а с отцом. И вот Он учил народ, учил. Он не бил людей, Он учил людей. И вдруг ситуация внештатная, непонятная. Ни с того, ни с сего. Вот эти фарисеи, религиозные люди, привели человека и бросили, швырнули перед Иисусом. Они ее схватили. Они ее арестовали. Они следили. Они знали, где все эти дела происходят, где прелюбодеяния происходят. И они ее взяли сполично, на месте преступления. Они ждали, дождались. И это была их целью подловить Иисуса и уничтожить Иисуса, стереть его в порошок. И вот пятый стих. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Смотрите, они пришли, нашли виноватого человека. Человек действительно виноват. Ничего не скажешь. Оправдать сложно. Потому что вот, взята в прелюбодеянии. И говорят, вот Моисей, вот Слово Божье против нее. И такую женщину сейчас надо побивать камнями. Ну а что же вы тогда это не сделали-то? Вы же так любите Слово Божье. Почему вы не побили ее камнями? Почему? Почему вам нужен Иисус? И они со своей стороны сделали большую ошибку. Потому что они-то думали, что они праведные, а эта женщина грешная. Но все оказалось так. Все оказалось не так, как они планировали. Сценарий пошел совершенно по-другому. И их интересовало не мнение Иисуса. Они сказали, ты что скажешь? Их интересовало общество, мнение. Потому что все слушали Иисуса. Написано, весь народ пришел, да? Второй стих говорит, весь народ пришел к Нему. Все люди, все. И задача их была утопить Иисуса. Поставить Его в тупик, загнать Его, чтобы перед людьми показать. Смотрите, Иисус вообще не прав. Он против наших обычай. Он против закона. Седьмой стих. Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Иисус был очень хорошим психологом. Он дает человеку высказаться. Знаете, очень трудно говорить человеку, давать советы, который наполнен еще эмоциями, наполнен какими-то словами, знаниями. Очень сложно такому человеку дать совет. Его надо выслушать. Человек тот должен опустошиться. Он должен высказаться, чтобы начать говорить в его жизнь, в его сердце. И Иисус, Он правильно поступает. Он дает им высказаться. Они все высказались. У них уже все, все, все. Так, теперь мы тебя слушаем. Говори. Восьмой стих. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять наклонившись, низко писал на земле. То есть, эти люди взяли женщину, которая была сполично взята в прелюбодеянии, в греке. Это жесткий грех. Это грех, где нету, знаете, двоякого смысла. Где можно сказать так, можно повернуть дело, адвокат там может как-то выкрутиться. Нет, это конкретно осуждалось законом Моисея, прелюбодеяния. И вот они все готовы побить камнями ее. И говорят, вот ее надо побить камнями, ты что скажешь? Они думали, сейчас Иисус отодвинет закон и начнет там что-нибудь свое говорить. А знаете, что Иисус говорит? «Кто из вас без греха первый кинь в нее камень?» Он разрешил это сделать. И вы знаете что? Ни один камень не полетел в ее сторону. Интересно, что дело даже было несправедливо заведено. Скажем, вот это расследование, оно было несправедливо. Потому что закон Моисея говорит, что если было прелюбодеяние и прелюбодея и прелюбодейку, их двоих нужно побить камнями. Двоих. А где же прелюбодей-то? Прелюбодей-то где? Прелюбодейку мы видим. А прелюбодей где? Может он стоит в рясе? Прячется? Иисус дал им высказаться, но сказал свое слово, как слово Творца. И он сказал, «Кто из вас без греха первый кинь в нее камень?» И никто не смог кинуть это. Девятый стих. «Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина стоящая посреди». Послушайте, у этих людей еще осталась совесть. Нам так иногда хочется осудить людей за то, что мы сами делаем. Часто люди, которые осуждают других людей, они делают это то же самое, просто никто этого не знает. И так хочется другого осудить. Но когда ты был помилован, когда Бог простил тебе все грехи, ты не будешь этим заниматься, ты будешь человека вводить на просторное место, ты будешь ему давать шанс, ты будешь верить в него, ты будешь прощать такого человека. Но самоправедность, она всегда возвышается над людьми. Я-то хороший такой. Вот есть мой закон. Слушай, а давай тебя туда там поставим рядом. Может быть, ты тоже был с ней в мыслях? Или, может быть, ты тоже был, но на прошлой неделе, никто не видел, никто не знает. Откуда фарисеи знали, где прелюбодеяние происходит? Откуда они знали это? Десятый стих. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Послушайте, Иисус не отменял закона Моисеева. Он не отменял. Он не отменял закона Моисея. Но Иисус принес нечто другое, то, о чем мы сегодня и говорим. И он спросил у нее, «Где твои обвинители? Где люди, которые тебя арестовали? Которые только что дышали угрозами? Которые держали камни?» Вы знаете, эта женщина уже теоретически умерла. Вы знаете, можно уже этот процесс пройти. Она уже, возможно, попрощалась с жизнью. Потому что, может быть, она видела, слышала, что когда женщин таких ловят, то их побивают камнями. Может, она даже наблюдала где-то в другом случае. И она поняла, что все, все. Она понимала, что она грешница. Грешнику иногда не надо говорить, что он грешник. Он это понимает. Совесть есть. И вы знаете, что женщина, возможно, попрощалась уже с жизнью. Может, вся жизнь пробежала перед ее с детства до этого момента. Пробежала, может быть, вся жизнь перед ее глазами. И вот, происходит чудо. Никого нету. Никого нету. И остается женщина эта, грешная, и Иисус. И он спрашивает у нее, где? Никто не осудил тебя? 11 стих. Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Он ей дает помилование. Он ей дает помилование. Он полностью, полностью стирает все ее грехи. Весь ее ужасный вот этот статус, в котором она пребывала, такой тайный статус. Он очищает ее от всех грехов и выдает ей белый лист. Белый лист. И говорит, это твоя жизнь. Цени это. Иди. И впредь не греши. Человек без греха очень прекрасен. Послушайте, иногда мы видим каких-то злых людей, жестоких людей, отвратительных людей. Но как они стали такими? Ведь они же не рождались такими. Я не видел, чтобы рождался какой-то, знаете, ужасно злой ребенок. Они все миленькие, они все хорошенькие. Но грех уродует человека. Он изменяет ДНК человека. Он несет, знаете, часть и большую часть сатаны. Вот эта злость, агрессия, смерть, ненависть. И вот все, что в человеке отрицательное, это все сущность дьявола, который принес грех в жизнь человека. И без греха, если грех убрать из жизни человека, это прекраснейший человек, это добрый человек, это светлый человек, это любящий человек. Именно без греха был сотворен человек. Человек был сотворен абсолютно без греха, никакого вмешательства. Человек даже не знал, что это такое. Никогда не пробовал греха. И вы знаете, что? Я ко всем сейчас хочу обратиться. Что именно такой жизнью мы будем жить с Богом. Без греха. И это будет прекрасно. И здесь началась эта трансформация. Здесь это начало этой жизни, когда мы живем без греха. Да, мы согрешаем еще. Бог уже большую работу, часть большей работы Он уже совершил в нас. И Он продолжает это изменять, чтобы нас приготовить к вечности. И вечность она будет вся без греха. И она будет прекрасной. Она будет чудесной. Эта женщина теоретически уже была мертвой. Она как бы прошла через смерть. Но именно там она встретила Иисуса. Вот что такое рождение свыше. Это не когда ты считаешь себя нормальным человеком, но тебе нужен еще Бог как бы как приложение. В твоей коллекции не хватает только Бога. Нет. Это когда ты полностью уже не надеешься на прекрасную жизнь. И тут встречается Иисус. И больше никого. И больше никого. И знаете что? Именно там она встречает Иисуса адвоката и спасителя. Именно там люди всегда будут осуждать. Всегда будут осуждать. У людей стандарты очень простые. Тебя сегодня превозносят, а завтра тебя втопчут в грязь. Сегодня народ кричит Асана, Асана, Иисус царь, царь, царь. Через три дня распни его, распни его, распни его. Народ очень, человек очень нестабилен. Сегодня это твой лучший друг, а завтра он твой лучший враг. Но и с Иисусом все по-другому. Он пришел не губить души человеческие, а спасать их. Поэтому Иисус дает многим людям возможность начать все с чистого листа. Для чего? Раньше у нас по сути не было выбора. Мы были заложниками греха. Мы родились во грехе. Наши друзья были грешными. Наше общество было грешным. Нас так научили. Нас так внедрили. И грех развивался внутри нас. У нас была очень хорошая среда, где грех мог проявляться в своем ужасе. Но как можно человека за это судить? Как можно судить волка за то, что он в лес смотрит? Как? Это его природа. Как можно льва судить за то, что он набросился на какое-то бедное животное, растерзал его и съел еще? Как? Это его природа. Как можно грешника судить за грех? Он родился в нем, он по-другому не умеет, он не знает. для него было нормально, что дома накурено облако. Один парень мне рассказывает, я никак не могу представить образ Отца Небесного. Вы знаете, говорят так, что для человека образ Бога вначале это образ его Отца. Если отец был добрый, вежливый, любящий, ребенку будет легко поверить, что Бог такой же. Но если отец был жестокий и злой, ребенку будет очень сложно поверить, что Небесный Отец добрый, щедрый, любящий, заботливый, для него это будет непонятно, ну как? И вот этот брат, он говорит, ну как, я себе представляю только одну картину. Вот мой отец сидит на кухне, накурено в комнате или на кухне, все вот так в дыму, вот говорит, я своего отца, я не могу Бога было сложно, у нас не было выбора, мы были грешными, грех передался через родителей нам, мы слышали как они разговаривают и мы так же разговаривали, кто-то слышал мат-перемат, для него это естественно ругаться матом, как кашлять, знаете, покашлял и все, все, а что такого, все кашляют, но это ненормально, поймите, грех это ненормально, но люди другой жизни не знали, как можно теперь его убивать камнями за то, что он был заложником, он стал заложником, как? И вот по этой причине Господь дает второй шанс, он дает новый шанс, он дает жизнь с чистого листа, а что же со всеми грехами? Он говорит, их нету, это чистый лист, тут ни точки нет, ни запятой нет, ни предложения нету, ни троеточия нет, ничего нету, это твоя новая жизнь, дорогая женщина, знаете, под этой женщиной также можно ее взять как образ, сюда идут и мужчины, и женщины, это образ грешного человека, которого арестовали, и должны были, понимаете, смертную казнь вынести, а его милуют, как? Как? Такого никогда до Иисуса не было, если ловили, то побивали, милости у людей у этих не найдешь никогда, и они еще кидали камни еще очень точно, и со всей силы кидали, еще и говорили, тварь такая, кидали, 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 эта женщина встретила Иисуса как адвоката, который заступился за нее, который спас ее, который повернул дело так, что всем досталось, все были удивлены, и знаете, что эти люди сделали? Они все ушли. Давайте мы поблагодарим Господа, Бога нашего, который не пожалел свою собственную жизнь, и отдал за нас все. У Бога не было много сыновей, у него был единственный сын, один сын, и он был единственный, любимый сын, и он отдал его вместо нас. Цена велика за наше прощение, за наш новый и чистый лист бумаги, за нашу новую жизнь была заплачена очень большая цена. Поэтому не возвращайтесь в грех, не идите на поводу дьявола, не идите на компромиссы, живите той жизнью с Иисусом, ведь он сказал, иди и впредь не греши. И написано, что когда Лазарь воскрес из мертвых, он пошел за Иисусом, в Артемии, который был всю жизнь слепой и нищий, написано, когда он прозрел, он пошел по дороге за Иисусом. Куда нам идти? За Иисусом! Иисус не сказал ей теперь иди, он ей сказал иди, он и тебе говорит, иди, пойдем вместе, не рассматривай свою жизнь вне Иисуса, ты погибнешь, тебя растерзают, это чудеса может делать только Иисус, спасти твою жизнь мог только Иисус, только Иисус, послушай, когда грех свидетельствует против тебя, все улики, все доказательства, больше ничего не требуется. Вот сейчас две секунды и ты труп. И проходят эти две секунды после разговора Иисуса, а ты как жил, так и живешь. И ты осознаешь, что от тебя забрали тяжесть, от тебя забрали то, что тебя угнетало, то, что тебя погружало вниз, то, что разрушало и раздавливало тебя. есть очень многие прекрасные люди, которые остались одиноки, потому что грех, они не отказались от греха. И вы знаете, что, вы сможете быть с Богом, только если у вас нету греха. Бог святой, ничего общего у Бога не будет с грешником. Сейчас ты можешь прийти к нему, как грешник, он тебя меняет и принимает тебя в семью, как сына. Только сейчас на земле это можно сделать. Потом это будет сделать нельзя. Нельзя. Поэтому используй эту прекрасную возможность, приходи сегодня к Богу, начинай жить, и ты увидишь, что насколько ужасно жизнь со грехом, настолько же она и прекрасна без него. Мы думаем, что нету удовольствия, нету наслаждения, и жизнь настолько скучная с Богом, а с грехом там есть удовольствие. Нет, это дьявол тебя обманывает. Жить без греха лучше в миллиарды раз. Не используй грех для поднятия настроения. Пользуйся Святым Духом, и Библия нас призывает к этому. Исполняйся Духом Святым. Вот у нас брат стоит и говорит иногда, и свидетельствует, когда Дух наполняет, он говорит, я еле стою, я, как пьяный. Это правда? Пожалуйста. У нас человек исполняется Духом Святым прямо на собрании от Бога. Аллилуйя. Каждый это может делать. Давайте мы поблагодарим Господа за его удивительный дар любви. Это дар любви. Он не за смерть, Бог за жизнь. Если так можно сказать, Бог пацифист. Он за жизнь. Чтобы жил ты прекрасно жил, и твои дети жили прекрасно, и окружение все твое жило прекрасно. прекрасно и чудесно. Мы думаем, да нет, это только для определенных людей. Нет, это для тебя. Это для тебя сегодня звучит тема. Для тебя Бог хочет, чтобы ты жил самой лучшей, прекрасной жизнью. Чтобы у тебя был мир, праведность и радость во Святом Духе. Ты не представляешь, какой ты станешь просто счастливый человек, полноценный. Полноценный. Этой радости не будет конца. Аминь.